От пикселей до полигонов, от простого к систематическому, от неопределенного до детализированного. Лица, которые мы видим у игровых персонажей, прошли долгий путь до правдоподобной кожи и реалистичной симуляции волос. Сегодня GameRanks представляет вам эволюцию лицевых анимаций в видеоиграх. В 1980 году вышел Pac-Man. Эта маленькая желтая пицца без одного кусочка уже являлась примером, я посмею это сказать, детализированной лицевой анимации в видеоиграх. Конечно же, чтобы назвать лицевую анимацию Pac-Man'а детализированной, нужно немного расширить понятие детализированности. Однако мы просто пытаемся вернуться к самому началу как можно раньше, когда Pac-Man даже близко не ассоциировался с лицевой анимацией. Он не обладал особо отличительным набором лицевых выражений, между которыми можно было бы изящно переключиться, ничего такого. Однако он использовал больше одного кадра для изменения выражений. Количество лицевых выражений у него было крайне ограниченным. Оно включало открытие рта и закрытие рта. Для тех времен эта анимация была очень плавной, по крайней мере для видеоигры. Чуть менее детализированная, но менее плавная анимация была в Донки Конге, вышедшая годом спустя. У Донки Конга не было никаких промежуточных фреймов на лице, но в зависимости от его действий у него было несколько разных лицевых выражений, и достаточно прорисованных, несмотря на низкое разрешение. Вы понимали, о чем думал Донки Конг, когда бросал эти бочонки? Вы понимали его раздражение? Очевидно, он был гориллой, но он также напоминал белку, гонящуюся за орехом. Задумайтесь над этим, и вы поймете, кем же Донки Конг был в действительности. Теперь вы понимаете, это возбужденная горилла. Наверное, хорошо, что нам показали раздражение только на лице Донки Конга. Хорошо, что мы не рассматривали всерьез идею наблюдения за анимированной перевозбужденной обезьяной в 1981 году. Что же касается остальных игр тех времен, то по большей части правдоподобность выражений персонажа была оставлена на игрока. В конечном счете, такие игры, как The Legend of Zelda или Super Mario Bros. не обладали лицевыми анимациями. Вместо этого, у них было безэмоциональное лицо, и человеческое подсознание заполняло пробелы. В каком-то смысле, лица игровых персонажей были немного абстрактным искусством. В том смысле, что абстрактное искусство рассчитывает на взгляды тех, кто смотрит, и тогда искусство приобретает смысл. В эпоху очень плохо детализированных игр, это был чуть ли не единственный выход. В такой игре, как The Legend of Zelda, ваш персонаж был очень маленький, всего одна клеточка игрового поля. Не хотелось бы занимать огромную часть экрана лицом, потому что это было бы очень странно. Однако иногда, все-таки выходили игры, вроде Панчаута Майка Тайсона, вышедшая в 1987 году. Разработчикам предоставилась возможность сделать увеличенных персонажей на экране и дать им разные лицевые выражения. При учете всего прочего, Панчаут Майка Тайсона, вероятно, обладает наиболее проработанной лицевой анимацией из всех, что выходили в 1980-х годах. Учитывая, что это целое десятилетие игр, это очень впечатляет. Но если вы сейчас посмотрите на игры тех годов, особенно на 8-битные 980-х, они напоминают стиль ретро или просто выглядят старомодно и безвкусно. Не забывайте, что ничего подобного ранее не было. Земля просуществовала уже 4,5 миллиарда лет. Однако сама концепция лица относительно новая, а уж тем более концепция лицевых анимаций в видеоиграх. Поэтому можете себе представить важность тех маленьких шагов в 80-х годах, чтобы определить, чем именно видеоигры могли вообще стать. Мы бы не обсуждали сегодня так называемую зловещую долину, которая показывает разницу между невероятно проработанной симуляцией мира и реальным миром. Не будь у нас таких технологий, подобное выглядело бы очень хреново в сравнении с тем, что у нас есть сегодня. Очевидно, мы еще не говорим о значительном прогрессе, потому что мы по-прежнему смотрим на маленькие спрайты. А вот значительный прогресс можно было заметить в игре Sonic the Hedgehog 1991 года. Если Соник долго оставался без дела, то он терял терпение. Он начинал постукивать ступней и смотрел на игрока, подразумевая, будешь ли ты что-нибудь делать? Чего мы стоим? Мы ведь сегодня будем играть? Или ты просто включил игру и ушел? Он был заметно раздражен тем фактом, что ему приходилось ждать игрока. В следующем, 1992 году, вышла игра Wolfenstein 3D. В ней было множество технологических улучшений, а также улучшений в самой парадигме. Однако они сосредоточились на лицевых выражениях и сделали лицо персонажа, которое отражало ваши действия в игре. Лицо персонажа Wolfenstein показывало полученный урон, он постоянно осматривался и выглядел достаточно анимированным и живым, что было впечатляюще. В 1993 году вышел Doom, по сути преемник Wolfenstein 3D. Игра расширила многие возможности движка, включая текстуры в трехмерном пространстве и поверхности на различных высотах. Однако они также разнообразили лицевые выражения DoomGaya. Его лицо также отображало урон, но иногда оно показывало его агрессию, что было очень круто. Прикольно то, что ваш внутриигровой аватар представлял в какой-то степени ваши чувства в тот или иной момент, по крайней мере, наравне с тем, что происходило в игре. Учитывая относительно небольшие возможности машин тех времен, как консолей, так и ПК, лучшего можно было не ожидать. Однако все изменилось с выходом PlayStation и Nintendo 64. Именно их маскоты, их фирменные персонажи все изменили. Когда вы впервые вставляли картридж Super Mario 64, вас встречал Марио. Он такой весь из себя Марио, полностью анимированный, с полигональным лицом. У него нормальные глаза, двигаются уши, он может улыбаться, может немного говорить, а также его лицом можно управлять с помощью курсора, если вы захотите. Пружинистая технология, сделанная для лицевых анимаций в видеоиграх, которая появилась между двухмерными играми из Super Mario 64, просто невероятна. У лица Марио было несколько выражений, но в общей сложности оно оставалось статичным. Игра, которая вышла спустя всего несколько месяцев после Марио 64, Crash Bandicoot, была не такой. У Крэша постоянно менялось выражение лица, и порой оно было очень даже забавным. Крэш был забавным персонажем, как и большинство мультиков в те времена. Именно поэтому я обратил внимание на PlayStation. Технически это была менее мощная машина, так зачем она мне была нужна? Очевидно, если графика не такая уж и хорошая, это не означает, что игры плохие. Как вы уже догадались, именно по этой причине мой детский мозг осознавал, что менее мощные машины тоже нормальные. Главное, чтобы было весело. Лицевые анимации Крэша Бандикута заставили меня об этом призадуматься. В 1998 году вышел Half-Life. Half-Life привнес множество различных крутых вещей, в частности в жанр шутеров от первого лица. Если вернуться на несколько лет назад, то единственной лицевой анимацией были спрайты, отображавшие происходящее на лице персонажа. Тут же практически у всех были различные выражения. Ничего сверхъестественного, но все разговаривали в той манере, которая меняла полигоны на лицах людей. Они действительно шевелили губами. В том же самом году вышел Metal Gear Solid. В нем присутствовала анимация спрайтов во времена диалогов, где вы по радио общались с другими персонажами. Пожалуй, это один из последних наиболее популярных способов использования двухмерной графики для отображения всего, что происходило на лицах людей. После этого технологии начали стремительно развиваться. За следующие несколько лет мы увидим эволюцию от таких игр, как Conquer's Bad 4 Day, Max Payne Final Fantasy X и одна из моих любимых игр всех времен Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Эти игры использовали различные техники, чтобы показать нам, что именно происходило с человеком, показывая небольшие изменения в их лицевых выражениях. В какой-то степени вводный экран к Mario 64 служил технической демонстрацией для последующих 8-9 лет лицевых анимаций в видеоиграх. Конечно же, в самой игре практически ничего не выглядело настолько проработано, интересно или анимировано, как этот вводный экран, однако постепенно все к этому и шло. К 2004 году, практически 10 лет спустя, Valve-создатели Half-Life'а придумали нечто такое, что стало огромным шагом к лицевым анимациям в видеоиграх. Первый Half-Life, безусловно, являлся значительной вехой в истории видеоигр, однако он использовал сильно измененный движок Quake'а. А вот Half-Life 2 уже разрабатывался на полностью собственной технологии, на которой Valve работали очень долгое время. В 2004 году, когда вышел Half-Life 2, нам впервые официально представили движок Source. Это было крайне важно, потому что движок Source обладает очень специфичной системой лицевой анимации внутри себя. Вы с легкостью могли оснастить созданную вами модель персонажа реалистичным лицом, это позволяло вам им оперировать без лишних усилий. Также это унифицировало лицевые анимации для всех персонажей. Теперь не приходилось, например, делать улыбку для каждого персонажа по отдельности, вы просто применяли определенные действия ко всей внутренней структуре, которая сама управлялась со всеми этими моделями одинаковым способом. Это значительно сокращало время затраты на работу по анимированию всех персонажей и, в частности, их лиц. Такие техники были адаптированы практически всеми за считанные недели. С этого момента многочисленные игры использовали такую продуманную систему анимаций для лиц, да и для всего тела. Я понимаю, что Half-Life, как и движок Source, не являются самым первым случаем использования подобной системы для создания анимаций, однако в видеоиграх это определенно самый заметный и примечательный случай. Кроме того, эта игра вывела подобную технику в массы. Разнообразные игры по-разному экспериментировали над способами улучшить эту систему следующие несколько лет, но в целом ничего не поменялось. Разве что появились разные варианты этого. Тем не менее, в 2011 году вышла игра, которая раздвинула границы лицевой анимации настолько, насколько никто и никогда не раздвигал до нее. Они сделали это таким образом, что с тех пор никто больше и не пытался сделать это. Игра, о которой идет речь – L.A. Noire. Способ, которым была создана лицевая анимация в L.A. Noire, заключалась в том, что актеры находились рядом с кучей камер высокого разрешения и разыгрывали абсолютно все сцены. Эти самые камеры создавали анимированные объекты, а потом они переводились в полигоны в игре, что повторяло их действия. В результате получился невероятно проработанный стиль анимации, который был действительно впечатляющим. Однако одновременно с этим все смотрелось слегка странновато. Дело в том, что захват лиц персонажей заключался в фактической передаче лица человека, который что-то делает, в пространство, которое как бы не совсем реально. Из-за этого сама игра тоже выглядела странновато. Тем не менее, в те годы это была самая вершина лицевой анимации, и вы ничего не сможете этому противопоставить без преувеличения. И все же, игра являлась стилизированным полигональным в какой-то степени мультиком, со сверхреалистичными лицевыми текстурами. К тому же не стоит забывать о том, что аппаратное обеспечение тех времен не позволяло делать более реалистичное освещение, ну, по крайней мере, не такое, как сейчас, поэтому результаты были слегка необычными. Это было впечатляюще и круто, однако мы уяснили одно – до тех пор, пока мы не научимся синтезировать реальность, не стоит пытаться впихнуть реальные вещи в виртуальный мир. Возвращаясь к Зловещей долине, Элей Нуар был на вершине не только лицевой анимации тех времен, но также он достиг пика Зловещей долины. Каждый раз, когда использовался захват движения лица, создавалось странное, не один в один изображение, чем и запомнился Элей Нуар. Однако уроком стало еще и то, что попробовать фотореализм лица все-таки стоило. Какой-то элемент свободы стилизации должен присутствовать в искусстве, то есть стиль. И это было всего лишь пять лет назад, разве это не удивительно? Сегодня игры выглядят в разы лучше, и мне кажется, что Элей Нуар в какой-то степени стал причиной этого. Люди осознали необходимость крайне реалистичной анимации, но если попытаться выглядеть слишком реалистичным, итог может получиться не таким крутым. Позже мы увидели такие игры, как The Last of Us, Tomb Raider и Bioshock Infinite, где гораздо больше усилий было уделено именно на движение персонажей, а не на реалистичность их внешности. Используемые техники не так уж и сильно отличались от используемых в 2004 году на движке Source. Они создают персонажей, а затем систематизируют их, например, по костям и мышцам, чтобы внедрить способ их анимировать. В некоторых случаях применялся захват их движений, из-за чего захват лица может отслеживаться гораздо точнее. Такую анимацию можно отдать персонажу, чтобы не выглядело крайне странно. Однако все же это сильно зависит от эволюции аппаратного оборудования, позволяющего показывать гораздо больше полигонов и освещать их более реалистично. Многое из того, что мы присваиваем качественной анимации лиц, зачастую просто относится к технологическому прогрессу, который может даже никак не относиться к лицевой анимации. Просто если сама игра начинает выглядеть лучше, то и лицевая анимация выглядит лучше вместе с ней. В Uncharted 4 разработчики решили использовать захват лица как основу, чтобы не пришлось все это делать от руки. Они уже не столько беспокоятся о реализме, сколько беспокоятся о стилистике. Конечно же, систематизация используется в лицевой анимации, но Тидок рассказали, что в лицах каждого из персонажей используется от 300 до 400 костей. Но когда вы не полностью фокусируетесь на производительности, когда вашей целью является лишь проложить начало, а далее уже двигаться в контексте стиля анимации, подходящей данному миру, мне кажется, все выглядит гораздо лучше. Опять же, пока мы не научимся синтезировать саму реальность, я не вижу причин не воспринимать лицевую анимацию как искусство. Я считаю, что в будущем будет еще много случаев, когда использование захвата лица будет выглядеть превосходно. Но буду с вами откровенен. Мне кажется, что глаз художника лучше определяет, что именно внутри игрового мира выдаст наилучшую лицевую анимацию, во всяком случае в ближайшем будущем. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свои комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на патреоне, а также подписаться на ютубе и вконтакте.